здравствуйте друзья вы снова смотрите канал секира с вами иван кулагин а камеры командует мой брат александр и так мы уже рассказывали вам о шлемах эпохи викингов и отдельно о шлемах древней руси посмотреть вы можете эти ролики по ссылочкам в подсказках или в описании долгое время шлем десятого века из герман бюшта в норвегии считался единственной скандинавской находкой шлема викингов но теперь у него появился брат 2 июля 2020 года крис кэппел старший исследователь даримского университета выпустил статью в которой точно дал нам всем понять мы имеем новый шлем викингов это прозвучало как сенсация хотя те кто в теме знали об этом шлеме достаточно давно и хотя шлем из ярма был найден еще в 50-х годах 20 века не было никакой уверенности в его подлинности и отношению к эпохе викингов все это время он не исследовался существовало даже подозрение что это подделка каковых мы можем видеть весьма такое большое множество на всяческих аукционах в том числе даже наименитых и вот вышла статья дающая однозначный ответ это шлем эпохи викингов было проведено тщательное исследование шлем в том числе металла из которого он сделан давайте обо всем по порядку в 1950-х годах в небольшом городке ярм на северо-востоке англии был обнаружен старинный проржавевший шлем он десятилетиями демонстрировался в местном музее летом 2020 года новые исследования показали что шлем датируется десятым веком а значит это единственный из когда-либо найденных в британии шлемов викингов относящихся к их эпохе к тому же он почти целый это необычная находка была обнаружена во дворе часовни рабочими копавшими траншеи для укладки новых канализационных труб его назвали шлемом викинга и включили в экспозицию музея престон парк прошло несколько десятков лет прежде чем шлем подвергся серьезному анализу возраст его сразу вызывал много вопросов но исследовать находку никто не брался к тому же в то время когда он был найден не было такой техники как сегодня были проанализированы образцы шлема и было показано что они изготовлены из железа состав которого типичен для раннего средневековья нет никаких доказательств того что шлем был украшен в то время как минералы обнаруженные в шлеме позволяют предположить что изначально он был захоронен в заболоченных условиях после долгого пребывания в земле шлем был поврежден вероятнее всего плугом или лопаты в результате чего обод был сломан штырь и верхняя часть купола отклонились от вертикали на 12 градусов а общая форма исказилась шлем разогнулся и стал выглядеть необычно большим конструктивно шлем очень схож с бандхельмами шлемы этого типа использовались 1 по 7 век нашей эры и до 10 века являются нетипичными и архаичными однако наличие полумаски явно отличает шлем из ярма от типичных бандхельмов конструкция шлема качественные свидетельствует о том что он предназначен для использования в боях это соответствует предполагаемой дате англо-скандинавского происхождения шлема к 11 веку армии стали больше и использовали такую тактику как стены и щитов с лучниками пускающими стрелы и укрывающимися защитниками в случае необходимости как это показано на гобелине из бою такая тактика отличается от боев небольших отрядов более раннего периода когда в использовании доспехов не было такой необходимости отсутствие доспехов шлемов и кольчуг считается ключевым фактором поражения викингов в битве у стэнфорд-бридж в 1066 году на первый взгляд город ярм не кажется вероятным местом находки раннесредневекового шлема однако исследователи предположили что к 10 веку я служил прибрежным рынком для торгового поселения скандинавов вследствие природных оборонительных качеств а также хороших транспортных и торговых связей излученный рек такие как в ярме часто использовались для строительства поселений и ярмарок территория ярма относилась к дэнло дэнло переводится как датский закон это была территория в англии завоеванная датскими викингами и на этих землях действовали датские законы отсюда и название завоевание восточной англии начали в восемьсот шестьдесят пятом году сыновья легендарного конунга рагнера лодброка и в бескостный и хальвдан рагнерсон уже в восемьсот шестьдесят шестом году был взят йорк ставший надолго столицей дэнло земли датского права полностью вернулись под контроль англичан в девятьсот пятьдесят четвертом году но основным его населением еще долго оставались выходцы из скандинавии потомки тех самых викингов а датское право и основанные на нем законы продолжали действовать еще несколько веков шлем из ярма первый относительно полный англо-скандинавский шлем найдены в великобритании и только второй обнаруженный в северо-западной европе как мы знаем из нашего ролика про древние скандинавские шлемы есть еще находки остатков скандинавских шлемов эпохи викингов с территории древней руси продолжаем чаще всего мы обнаруживаем раннесредневековые шлемы в языческих дохристианских захоронениях но шлемом из ярма иная ситуация он найден как отдельная вещь был ли он намеренно спрятан а затем не извлечен из-за того что с его владельцем что-то случилось и он не смог вернуться мы не знаем но это вполне вероятно сегодня шлем из ярма можно увидеть в музее престон парк в стоктоне если будете там обязательно пофотографируйте и расскажите нам как это было можете фотки скидите что ж на сегодня у нас все не прощаемся смотрите наши следующие ролики